Салам алейкум, дорогие братья и сестры. Короче говоря, сегодня увидели обращение Коннора, который говорил, что дагестанцы бегают от него, короче. Вот мы находимся, отель Рица, мы сюда приехали, здесь они всячески пытаются сказать, что его здесь нет, но мы решили аккуратно пиджаки тоже скинуть, посидеть, подождать, пока он сверху вниз спустится. Атель Рица, дагестанцы ждут Коннора. Салам алейкум, дорогие друзья, в общем, короче говоря, вы видите, Коннор Макгрегор сегодня сказал, что дагестанцы трусы, дагестанцы боятся или что-то еще как, да? Но сегодняшний день, вот вы видите сейчас, собрались ребята, даже никто никого не звал, просто сегодняшний день сказали, что просто, что мы трусы. И все, в данный момент стали переносом вот этой проблемы у этого человека, который с недорогой вылетает, воздух, и мы пришли спать. Каждый вот здесь стоящих дагестанцев, ребят, готов просто вот здесь один на один с ним разговоры, не вмешиваясь. В итоге, в итоге, ОМОНовцу тоже угадал, короче, прессоров угадал и с ним. Вот, ну, по сути, сейчас, в данный момент, здесь у него охрана, все такое, мы его дождаться тоже не можем. Но факт в том, что мы сегодня собрались здесь, и в дальнейшем тоже, если кто-то засомневается, трусы наши или что-то, как-то, у любого из вас перед носом тоже станем и покажем. А это Конор Макгрегор, как я уже один раз уже сказал ему, постоянно провоцирует, пытается Хабиба, да, уже один раз было сказано, если надо будет сказать, есть кому, Хабибу не надо будет говорить, есть кому сказать. Ну, мы не до тебя просто, ты все аккуратно. Короче, закруга, полный. А мы решала, свое дело тоже сделали, мы здесь свободны, но мы еще, еще здесь и останемся тоже, но чтобы знали, в дальнейшем тоже всегда, вот здесь, в малейших, где возникнет сомнение в дагестанцах, мы всегда будем бесплочены, чтобы все знали, сенсором на это. Продолжение следует...